Прошедшая неделя выдалась в большей части праздничной, но совсем небезопасной. Список происшествий заметно разнообразился по сравнению с предыдущими периодами. Всего на пульт диспетчеров службы 112 поступило более 3000 обращений. В округе произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, к счастью, все без пострадавших. Столько же зафиксировано случаев мошенничества с разной степенью ущерба. Один случай суицида. Восемь раз пожарные боролись с огненной стихией. Горели дома, гараж, сарай. К счастью, здесь обошлось без пострадавших. 26 февраля в деревне Старая загорелась терраса частного жилого дома. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Возгорание было локализовано. Пожарные подразделения совместно с аварийно-спасательным отрядом эвакуировали 5 человек. Среди них двое детей. Все от медицинской помощи отказались. Почти каждый день аварийно-спасательный отряд выезжал на проверку бесхозных подозрительных предметов, оставленных в общественных местах. Угрозы не обнаружено. А вот результаты патрулирования водоемов округа оказались неутешительными. Толщина льда в некоторых местах достигает всего 6 сантиметров. Но этот факт совсем не смущает любителей порыбачить. На озере Светлом и реке Нерской в выходные было, что называется, яблоку негде упасть. А на другом льду кипели иные страсти среди подростков. На уличном катке мальчик дважды ударил локтем в висок другого ребенка. В ситуации разбираются правоохранители. И это не единственное происшествие с юными жителями округа. Вечером 24 февраля за медицинской помощью в Воскресенскую областную больницу обратился 17-летний житель Новлянского микрорайона. Его укусила бродячая собака в селе Ошитково. Жизни и здоровье пострадавшего в настоящий момент ничего не угрожает. А вечером 26 февраля на центральной площади Воскресенска найден 7-летний мальчик. Он потерялся из поля зрения своего старшего брата во время массовых гуляний в парке. Ребенка передали родителям. С ним все хорошо. Чего не скажешь о трубах и коммунальных системах округа. Например, в последний день недели жители Цемгиганта из-за течи на непродолжительное время остались без тепла и горячей воды. Аварию устранили, тепло дали. В других микрорайонах также наблюдались незначительные перебои в горячем и холодном водоснабжении и центральном отоплении. Прорывы оперативно устраняли. Юлия Теунова, Данил Колпаков. Новости Искровыкт.